Вильям Петти назвал отцом богатства труд. Что он называл матерью богатства? Когда в России была отменена помещичья собственность на землю, кто учредил вольное экономическое общество и когда произошла первая индустриализация экономики? На поиск ответа всего три минуты. Вопросы их в тесте 20, а также варианты ответов на экране. Правильные ученики всероссийского экономического диктанта фиксируют на бумажных бланках. За партами – школьники, ученики старших классов, студенты и преподаватели. В этом году принимают у нас участие 150 школьников и 100 студентов нашего СУЗа. Также в главном ВОЗе проводится тоже экономический диктант, только уже для студентов высшей школы и для преподавателей. Колледж – это одна из десяти площадок, которые в Сочи организовали для диктанта. Для сравнения, в прошлом году их было всего четыре. Количество участников образовательной акции тоже увеличилось в два раза. В этом году на вопросы тестов отвечали около тысячи человек. Цель диктанта, который впервые провели в 2017-м – определить уровень экономической грамотности россиян, а еще убедить, что знания экономики могут пригодиться в повседневной жизни и не только. Я знаю общество знаний, мне это нужно, это по моей теме. И хочется проверить себя, свои знания. Молодому журналисту не в колене, но нужно знать экономику, нужно начинать с чего-то. К примеру, с этого основной олимпиады, с этого диктанта – это уже шаг к чему-то новому. Я думаю, что очень важно в наше время саморазвиваться в разных направлениях и пробовать что-то новое, и особенно экономику, я думаю, это очень актуально в наших снях. Сегодня по всей стране диктант писали на более чем полутора тысячах площадок в 85 регионах, а также в четырех странах – Таджикистане, Молдавии, Монголии и Белоруссии. А уже 27-го числа все желающие смогут проверить знания в географии. В этот день в пятый раз пройдет Всероссийский географический диктант. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.